Добрый день дорогие друзья! Старый Эльп-парк в Гамбурге. В рамках проекта «Исторический Гамбург» мы смотрим с вами сейчас, осматриваем памятник железному канцлеру, первому канцлеру Германии, Отто фон Бисмарку. 1815-1898 год он жил. К сожалению, в последнее время нам с вами везет на подобного рода мероприятие. Он тоже находится на реконструкции, вот видно здесь закрыт, но, как говорится, это к лучшему. Итак, чтобы представить, лично этот человек у меня заслуживает очень большое уважение, чтобы представить его заслуги перед Германией, надо переместиться в 1800-е годы, середину 19-го века, когда Германия была разрушена, раздроблена на мелкие княжества. С запада Франция забрала часть земель, с севера викинги, дончане забрали шлезвигольштейн, землю забрали частично Гамбург, с юга австрияки забрали часть земель, как я сказал, она раздроблена, вот, и, в общем-то, находится в таком экономическом упадке в том числе. Он был вице-президент, он был канцлер земли Пройзен, вот, под этим началом он и возглавил Германию, став единственным канцлером, собрав ее воедино, все эти земли, вот, забрав, как я сказал, северные земли у дончан, забрав южные земли у австрияков, у австро-венгерского клана, вот, не объявил, а спровоцировал политическим путем на то, что Франция объявила войну Германии, и быстро ее выиграл, забрал западные земли. Заслуга в том, что он в ранг чуть ли не святых воздвиг солдат-победителей, которые возвращались с фронта, вот, большие льготы сделал им и офицерам, вот, объединив Германию, и, в общем-то, был такой железный канцлер, символ свободы государства. Здесь вот он стоит, спиной он смотрит на, спиной направлен к центру города Гамбург, и смотрит на запад, блик направлен на запад. 34 метра этот памятник, 15 метров только его высота, 100 блоков гранитных ушло на его строительство, а здесь вот в фундаменте, который мы частично видим, во время войны был бункер, во время бомбежек, значит, здесь прятались люди от бомбежек, послевоенное время был притон, здесь бомжевали люди, как, впрочем, и сейчас, вот, смотрим, в последнее время нам с вами сильно везет на подобного рода мероприятия, как реставрация, вот он закрыт на реставрации, здесь вокруг, вот, тоже бомжи немецкие расположились, вот, значит, мне он очень импонирует, этот человек, это был настоящий политик, настоящий патриот своей родины, вот, и очень нравится мне его высказывание, ну, допустим, сильный всегда прав, он говорил, когда хочешь одурачить весь мир, говори правду, за всякое порученное дело должен отвечать один и только один человек, свобода это роскошь, которую не каждый может себе позволить, с джентльменом я буду наполовину большим джентльменом, с мошенником я буду наполовину большим мошенником, это далеко не все его цитаты, но тем не менее, и так, Отто фон Бисмарк, железный первый канцлер Германии, который, как я сказал, многое сделал для нее, ну, а мы с вами на этом закончим репортаж, вот на такой вот высоте находится этот памятник, замечательное очень место, старый Эльппарк, а вот уже новые постройки, и до свидания, до следующих встреч!